Внимание участников кейс-сессии были представлены два масштабных проекта. Реставрация храма преподобного Сергия Радонежского в городе Чапаевск и реновация исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого в Самаре. Своим опытом по восстановлению этих памятников архитектуры Самарской области поделилась реставратор первой категории, архитектор Наталья Бас. С одной стороны, это две какие-то вещи, которые не сопоставляются совершенно, потому что один православный храм и другой мечеть, то есть диаметрально, так скажем, противоположные. И в церкви Сергия Радонежского очень большое количество керамики и мозаики. Мечеть, мы вообще не знаем, какой она была. Решили отталкиваться от петербургского проекта, от петербургской мечети, которая вся в керамике и с влиянием самаркандских мотивов. Реставрация с приспособлением. Такое название носит проект восстановления исторической мечети. За основу взяты архивные чертежи 19 века. Мечеть была построена в 1891 году. При этом в те годы замысел автора не был в полной мере реализован. Мечеть представляла собой здание из красного кирпича. С 1930 года оно не использовалось по прямому назначению. Здесь был сначала детский дом, потом детский сад. Внутренняя часть была перестроена под нужды соцучреждения. В наши дни архитекторами, инженерами, строителями была проделана большая работа для того, чтобы современный облик здания исторической мечети стал похожим на чертежи автора. Серьезную поддержку в реконструкции мечети оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Изначально построенные здания из кирпича отреставрировали и к нему пристроили новые объекты, фасады которых было решено покрыть современной мозаикой из керамики. Так замысел автора из XIX века увидели архитекторы из XXI века. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.